Это как раз тот случай, когда, говорят, награда нашла своего героя. Заместитель главы администрации Артёмовского городского округа Наталья Волкова вручила родственникам умершего ветерана Великой Отечественной войны Екатериной Корнеевной Шустик медаль Жукова за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества. 21 февраля нынешнего года ветеран войны Екатерина Корнеевна Шустик отметила бы день рождения, но судьба распорядилась иначе. 3 января ее не стала. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах детей, внуков и друзей. Она была хорошей мамой, хорошей бабушкой и прабабушкой уже. Перенесла, конечно, очень много. Она дочери репрессированного. Она третья, четвертая в семье из восьми детей осталась прабабушкой. Ну, и ему было 38 лет, отцу ее. И вот работала. Школу ей не дали кончить, даже семь классов. Старшая сестра забрала в няньки, потом передала средней, еще одной сестре. А потом ее, когда они военные перевели в Запорожье, она не согласилась туда ехать и приехала в Иман, где через три дня НКВД сотрудник пришел и сказал, что ты, а ей 16 лет исполнилось, должна идти работать или на лесосплав, или в пожарку. И она пошла в пожарку. И вот она нам все время рассказывала, как она там служила, как сидела в основном на этой вышке деревянной, холодная, голодная, жила на квартире. Ну, в общем, ничего хорошего не было. А потом, когда началась вот с японцами эта война, их послали, сутки отстоят, а остальные сутки, ну, типа, добровольно вы должны идти. Ну, они шли, возили их там, кто возил, кого возили, ну, их прямо с пожарки возили туда, на Графской, они там принимали раненых бойцов с той стороны, с хутоу. Она является последним участником последней битвы Второй мировой войны. Ну, вот сейчас она уже как три года жила в Артеме, и, может быть, это честь, что последний участник последней Второй мировой войны достался городу Артему. Уникальное событие, потому что на сегодняшний день уже и ветерана нет живых. Медаль, действительно, вот период прохождения оформления медали, и то, что она сюда пришла спустя определенное количество времени и бабушки нет, и мы ее сегодня вручаем родственникам, конечно, это впервые в нашей истории. А сколько на сегодня у нас на территории округа проживает ветеран? На сегодняшний день 384 ветерана Великой Отечественной войны, из них 27 именно участников войны. К сожалению, время идет вперед, и с каждым годом ветеранам становится все меньше и меньше. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы 9 мая остались все живые ветераны, которые сегодня живут, и смогли принять участие в наших праздничных мероприятиях.